Что послужило причиной? Разрушение охраны. Двух охраны. А самая первая? Самая первая — это невение саглядаты. Да. Ну, в принципе, Израиль и всего апостола, да, считается, что в это, как бы, Девятого это произошло, вот эта притеча была, когда... Но там интересная история, что их жеников послал, они сами пишут Моша с предложением, ну и как бы Моша дал доброй, там Бог как-то не сильно был против, да, с одной стороны. Но с другой стороны мы видим, да, что когда они пришли, и они в общем перевернули по-своему, так сказали, и в итоге, как бы, да, не только они усомнились в Божьей силе, но усомнились и весь народ в итоге, да. То есть они так вас заторили людей, так нам причитали, что в итоге весь Израиль, они сказали, что лучше мы туда не пойдем. И на самом деле, дай Бог, тех, которые усомнились в его власти, в его все силы, он объем их на скитание сорок лет в пустыне, и те, которые усомнились, они умерли, да, от двадцати лет и выше. Вот, и не считается, что это произошло именно на 9 авгу. И второе, это... А на что еще? Еще? Следующее. Вот, 9 авгу, 1912 года до нашей эры, Бог унес переговор, согласно которому, вышедший из Египта поколение было причину скидаться по пустыне сорок лет, и убереть статей на виде в землю обетованную. И второе, это храм, да? Это храм, разрушение первого, второго храма. И какой, с вами, один из самых тяжелых греков считается? Идолопоклонство. Идолопоклонство, да? То есть, не сотворить седерку мира, вот, и мы знаем, что в руминае Иеремии храм стал таким фетишем, да? То есть, когда он повалил не на Бога, а на храм. Вот у нас есть храм, нас никто не победил, да? Не победил, как говорится, да? Никто нас не сможет победить, потому что у нас храм, и даже Иеремия описывает, да? Он говорит, не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Почему? Потому что... Для чего тут назначался храм? Для поклонения. Для поклонения, для того, чтобы увлекаться, приносить жертвы, да? То есть, это был целый ритуал, и в этом храме обитал Господь, его слава, его шегина. Но не сам храм спасал, да? То же самое, как сейчас люди верят, крестники надземные, вот эти красные веревочки, и так далее, и тому подобное. То есть, есть тот, кто спасает, да? Даже сейчас приходит в храм помолиться, поставит свечечку, и Бог уже как-то не зачтется. То есть, не покаяние там, не еще что-то. Вот главное попасть внутрь здания, и там особая атмосфера, которая вдруг почему-то... Так и тогда происходило. Израиль решил очень серьезно, да? Но они надеялись, что у нас есть храм. И в итоге Бог возрушает вот это основание, да? Их надежду. То есть, не на Бога, что была надежда, а именно на здание, к сожалению. И он уничтожает это здание. Первый храм. Второй храм. Открой следующий. 9 авра 422 года, да, до нашей эры, армия Вавилона разрушила первый храм. И в 70-м году, второй храм. 9 авра 3828 года, 68-й год, наша эра, день разрушения, сожжения 2-го храма. И еще одна часть там, как цель был. В 132-м году 9 авра по приказу юридского навесника земля Иерусалима была распахана в знак поругания. И так и столос пророчества Иеремии, что он будет спахан как поле. Следующий отход. И мы знаем, что на протяжении истории, потом 9 авра, к сожалению, с Израилем встречались различные, я не буду просто перечислять, периодически это перечислял, надо добавлять и не пустить, то есть это и в черной чуме обвинили Израиль, и так далее, и тому подобное. И вообще, вот если посмотреть, когда ты читаешь его перед глазами, знаете, иногда такое ощущение, что как будто бы нас прокляли. Ну, значит, если вот так может показаться. В какую страну и не придешь, там вроде живешь хорошо, потом начинается преследование, начинаются погромы и так далее, убийства Иеремии, опять обвиняют во всех грехах, переходишь в другую страну, вроде бы там мирно, и там то же самое, и там то же самое. И до сих пор, кстати, продолжается в Израиле, вот мы сейчас, да, вот этот Иран уже три недели держат, ну не то, что в страйке, но, знаете, вот они сказали, да, мы тут, да, вот мы. И с другой стороны, все равно там в самом Израиле очень напряженная обстановка. Вот мы смотрим, там, непрямую, непрямую, в перезаписи, люди там, проповедник, Аравин, которые живут в Израиле, он говорит, конечно, да, обстановка напряженная, особенно север, север Израиля, вот, там, наверное, вся 5-километровая зона окажется выселена, где граница с Ливаном. И на самом деле, вот, я тоже подписан на эти паблики, и телеграммы израильские, там, тревога и Бога в каком-то месте, каждый день, каждый день. И на самом деле, вот, вы знаете, когда ты не с чем сравнить, то, ну, знаете, как вот Дима сказал иногда, в лице глир над головой, да, а пристанцев мы сидим и тревога. Бежище. Ты только вышел, опять тревога, опять ты должен побросать, и нету такого, ну, я понимаю, если бы мы, наверное, мы бы не побежали. Ну, посвистит что-то. А когда ты живешь в Израиле, и ты видел, как взрывается снаряд, я думаю, мы бы при малейшем сигнале тревоги, мы бы, ну, это правильно на самом деле. А когда это правильно? Вот я думаю, если бы сейчас звучала тревога, вот серьезно, ну, люди бы как шли, ну, мало ли, что там тревога, но когда оно реально взрывается, там, и если бы ты его видел, и, как это, мама тогда рассказывала, там соседка, говорит, вышли в огород, в Украине привезли снаряд, и, говорит, я стою, а у соседа половины тела нет. И ты тогда понимаешь, что, если тревога звучит, то надо и в Израиле дома строятся, квартира, вы знаете, там есть комната, я не знаю, во всех, во всех, наверное, да? Бункер. Не во всех, да, наверно? Ну... В Субе закон и так далее. Тогда же у нас, когда-то неделя, вот я читал Вомер онлайн, уже были предупреждения, как там вести, есть и ВПЛА и так далее. Вот. И поэтому на самом деле, я еще ему говорю, что даже сейчас, живя в Израиле, ты, ну, не всегда и чувствуешь себя спокойно. А я уже не говорю о том, что происходит в различных странах. И вот, на самом деле, ну, может показаться, я просто к этой теме хочу перейти, что, ну, как будто вот, мы по проклятиям, ну, надо бывает, да? А если, ну, почему, взять, если я вообще промежуток 2000 лет, то происходило, ну, страшное, с Израилем, ну, страшные времена. В Испании селились, было хорошо, потом было очень сильное гонение. Перейдут в другую местность, потом там. Жили в Германии, все было хорошо столько лет, и потом там Гитлер появился и так далее. То есть, на самом деле, и в России это было, и в СССР это было. В общем, где бы ни жили, да, в начале какое-то хорошее время, а потом начинается гонение. И вот действительно, человек может подумать, что какое-то, какое-то проклятие над нами, да? Вот. Но на самом деле, это не так. Вот. И я хочу поговорить именно про... Даже сейчас бывают жизненные ситуации, когда человек думает, у меня кто-то проклят. Вот бывает такое, или там... У меня рассветы иногда, сейчас как-то очень реже, а раньше, когда... Слушай, вот я чувствую такое давление, за нас кто-то неправильно молится. Какая-то, как это... Как ты говорила? Атака. 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 И какая-то кто-то за нас неправильно молится. И вот знаете, люди иногда так вот... Кто-то за меня неправильно молится, кто-то обо мне неправильно говорил, а кто-то меня, наверное, вообще проклял. И вот... Ну... И люди, думаю, начинают думать про проклястье. Я хочу эту тему поговорить. И... Вообще-то, тема очень хорошая для манипуляций, да? Цыганки, когда видят, они что говорят? А, да. Мастака. Аура. Наталам. Почему-то у них всегда проклятие снимается с деньгами. Ну вот странно, да? Интересно. То есть у тебя проклятие есть, дай мне денег. Я сделаю определенные планечки, Не ты, а ты самый. Я помню, как вы. Вот возил женщину, я же с ней разговаривал, я потом начал что-то, я верующий это, она сидит, говорит, а я, типа она какая-то то ли гадалка, то ли астролог, говорит, а я вижу над вами ауру темную. А я поворачиваюсь, говорю, а я вижу, что вы в ад идете, прямой дорожкой, и она так, ну в общем, мы друг друга поняли, в общем, вот да, и вот они любят, они чую-чую над тобой что-то есть, и я вот, и у меня еще эта тема, по-будем, в воскресенье позвонила одна женщина, вот, и она считала, что там ее мать ее прокляла, и она говорила, что самое страшное проклятие, это проклятие матери, я говорю, слушайте, в Библии этого нету, и вот мы два часа беседовали, ну и самое интересное, что вот как бы она верующая, и за ней, я наездил, где-то всем за ней молились, и в итоге кто-то и сказал, что вот так, как твоя мать была еврей, хотя спасут только евреев, ну вот такая вот, короче, я пытался объяснить, очень тяжело, я наездил на каком-то пророку, он за ней молился, в благодать, кстати, в Минске, и сказал, что проклятие я не могу даже, я убрать, я сказал, странный пророк, вы бы ко мне пришли, я вам все рассказал, вот, и на самом деле, к сожалению, эта тема до сих пор популярна, первое, во второе, многие люди на нее попадаются, и третье, и ими манипулируют очень и очень серьезно, но на самом деле, у нас жизнь, как сказал Моша, какая у нас жизнь? Больше сейчас в нашей жизни это труд и болезнь, то есть вообще можно так фашистику казаться, что я под проклятием, ну, если так вот можно почитать, ну, где у нас там светлая полоса, да, цвет булайки? А, да это была светлая? А, это была светлая полоса, оказывается. Вот, и поэтому по дороге Ишуа увидел человека слепого от рождения, и Далмитим спросили его, ученики, ранее, кто сам решил, этот человек именем его родился, лишь он родился слепым. Две тысячи лет назад была подобная ситуация. Вот человек рождается с какой-то физическим недостатком, здесь слепой, и они, какой вывод? Либо он грешник, когда он родился слепым, где он, как когда он успелся грешить, либо его родители, проклят он, все. А еще он говорит, что не он, не его родители, это для славы Божьей. И, конечно же, опять-таки, вы знаете, когда, слава Богу, что, ну, все из нас тут, в принципе, сидящие у нас, нету патологий каких-то, ну, как у инвалидов бывает. На самом деле, конечно, когда человек инвалид, и ты растешь, это совершенно другая жизнь, на самом деле. Мы как-то, вот, у нас, помнишь, Анжела, сестра приезжала, мы столкнулись с этим, на самом деле, это тяжело, когда ты зависишь только от людей. Вот. И, естественно, у людей, даже, вот, у инвалидов, у них часто бывают и кризисы, и депрессии, и так далее. Почему? Потому что человек тоже иногда спрашивает, почему, за что, и так далее. И некоторые могут думать, что, как, вот, видите, даже ученики думали, что, вот, если человек с непоним, значит, виноват он по он, либо родители, проклятие какое-то, да? И я, вот, пример, вы знаете, здесь не кавычича, да, человека без рук, без ног, новость, кстати, на этой неделе, человек банк открывает. Человек без ног, без ног, да. Мотиватор, не слышали, конечно, вот, видите, в Ютубе, есть у него верующий человек, и там, я помню, давным-давно про него фильм был, он в Москву приезжал, кстати, на него там половина правительства пришло, когда он выступал. Он в жизни радостный. Да, в жизни радостный, нету ни рук, ни ног, и жена есть, и дети есть, и бизнес есть, и банк открывает, понимаете, то есть, ну, я к чему говорю, что вот он не поверил, что он под проклятием, а поверил, что все-таки Бог, для чего он это сделал, он доверился Богу, и в итоге вот он такой хороший пример. Но мы видим, что даже во время еще вот такое происходило, да, что виноват не могили бы родители, открывая второе законе, где говорится про проклятие. «Не делай себе у мира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в водах ниже земли не поклоняйся им и служим, ибо я Господь Бог твой, Бог любитель, замену отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, дарящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Бог говорит, что он Бог и мнитель, и если человек отходит от Бога или дало поклонство, кстати, Дима там тоже читал о том, что, собственно, те, которые козлы, они проклятие, проклятие, да, как бы находятся, по причине их неверия в Бога, неверия в веру других богов. И вот он говорит, что милость до тысячи родов, а проклятие до третьего или четвертого рода. То есть Бог говорит, что даже больше не может быть. А вот эти все люди, которые манипулируют, они говорят, вы, у вас там кто-то в роду был, но тут получается прадед. Можно же вообще, в принципе, отследить даже, спросить у родителя или у деда о своем отце или матери, и вы уже будете знать. А расскажите в Писании, кто находился под проклятием. Вот пример, вы знаете, где было проклятие до третьего и четвертого рода? Вот это одно. Единственное проклятие, это у детей священник Ленинг. И второе было у Давида. И то оно пробилось там на, вроде бы, только его детей. Все. Два. Но там был первосвященник. То есть никто из нас не является первосвященником. Вот. И за то, что он попускал детям грешить, там было проклятие в том, что его дети будут убирать в средних летах до 30 лет. Ну там, да. И, в общем, и по Писанию мы видим, что так и происходило. Вот. Все. А он больше нет. Вот представляете, у нас я как-то посещал уже ныне покойного. Вы ее когда возьмали? Слушай, запрос. Я забыл. Его жена еще, слава Богу, жила, жива, но она уже там 10 лет. И он умер, кажется, в 93 года. И вот ему все родственники, которых он помнил, все умирали в 60 или в 61 год. И вот он каждый день, я когда ему отвечал, жена говорила, Леша, потому что я уже на год пережил своих родственников, потом на 2 года, потом, вот он в 33 года или же именно, ну, в 94 год он уже умер, да? И вот представляете, то есть у человека вот такая... И я знаю многие, вот у кого-то родственники там рано поумирали, бывают, но, знаете, они говорят, вот, я долго жить не буду. Сам себе, знаете, почему? Ну, знаете, вот как будто бы, это же тоже неправильно. И вот если даже смотреть на вот это, я всегда смотрю на писание. И там очень даже пример с Кореем и его сыновьями. Помните, Корей уходит, там его жена и какая-то часть детей. Корей, Цгар и сколько там, 200 вот этих 50, которые восстали на Моша, помните? Корей ушел, умер, а детей его нет. То есть Корей, получается, что под проклятием должны дети под проклятием, а нет, дети в псалмы написали. Псалмы Корею уже часть псалмов. То есть, понимаете, и там, кажется, в какой-то ифторе там есть глава, и написано, что дети его не последовали за отцом. Поэтому проклятие так вот не распространяется, что кому-то прокляли, и все на роду написано, и над тобой начинают вот так вот делать. И вот я вспоминаю даже про царя. Читаешь, Давид праведный царь, Шлома почти праведный, да, а его сын Раваам уже нет. А потом царь опять праведный. То есть получается, вообще, если это тысячи родов, ну, Бог же говорит Давиду, что от тебя произойдет Машир, и получается тысячи родов. Сколько тысячи родов? Знаете, сколько лет? Сколько родов обычно здесь? 100. Нет. 100. 20 лет. 20-30 лет. 20. 20-30 лет. Ну, как мы, у человека, ну, в среднем, давайте, 30 возьмем. Тысяча родов – это 30 тысяч лет. У нас тут земель, опять чем-то лет, 5.784 лет. То есть, если милость до тысячи родов, это бесконечная, по сути, милость. Ну, и поэтому, я так думаю, что тут больше Бог говорит, как это там, в том плане, что, конечно же, если ты будешь верить в Него, то благословение будет. А если не будет, то почему проклятие 34-го рода? Я думаю, что, ну, как и это. Если родители пьяницы, то и дети обычно тоже могут пить, да? То есть, они бедят пример. Если родители атеисты, то какой ребенок рождается? Ну, тоже, в основном, атеист. И его дети, внуки могут тоже кем быть, если родители не верят в Бога, да? То же самое, но не всегда. Вот. И поэтому, вот история Израиля, она тоже показывает. Тут царь праведный, а почему-то у Есекиа царь праведный, а его сын Манасио вообще там какой-то изуверк. Он там утопил в Иерусалюбе. По конским пролистам было, что до конских куб доходил отсюда. То есть, а папа праведный был. Ну, то есть, и так оно не работает. И интересно, это описывает языки и пророк. И было ко мне слово господи. Зачем Бог употребляет в земле Израиля вот эту посольство? Говорят, оценили кислый виноград, а на детей, на зуба посольная. То есть, оценили, а вы под проклятый. Ну, перефразируем, да? Ну, опять-таки, это, смотрите, это говорит в Израиле, посольцы. Это не Бог сказал. Это так сказали, ну, как у нас. Вот на тебя проклятся, у тебя какие-то плохо по жизни, сходи, помолись, там что-то над тобой, какая-то аура, или сходи к Целителю, аура, вот тебе быстро ауру, это самое. Почистит, так скажем, под чистой палкой, да? И было тогда то же самое. Смотрите, мы во времена это и что вы видели сейчас? Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскорны. То есть, да, вот вы, вы пожинаете то, что делали ваши отцы. С одной стороны, это так, но, Бог говорит дальше, живу я, говорил Господь Бог, не будут в предсто говорить посольцам об Израиле, ибо вот, все души мои, как душатся, так и душа сына мои. Душа согрешающая, да, умрет. И дальше он перечислял, да, не будет перечислять, да, что если человек праведен, то exotic, делает правильные вещи, суд человеку с человеком, поступает по заповедям, соблюдая постановления, он праведен, непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если родился сын-разбойник, и так далее, то есть он не поступает по заповедям, нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно он умер. Кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвы, то есть и так далее, вот, рослоисполнярное повеление поступает по заповеди моим, то сей не умрет за незаконие отца своего. Он будет жив. А отец его, так как он жестоко призвестил грабить от брака, не дает право делать с ней народов, вот он умрет за свое незаконие. То есть Бог конкретно еще во времена Езекииля говорит, что человек, каждый отвечает за себя, не за какой-то, то есть он говорит, что если родители грешили, а ты нет, ты праведный. Все. Не может так быть, что если у тебя, ты живешь правильной жизнью, ты веришь в Бога, поступаешь праведной, на тобой остается проклятся. Сейчас. Еще из Езекииля, да, открою местописание, вот он как бы подтверждает, да. Стану на канале, где-то по-другому было. А? Да. Душа согрешающая, она умрет. Сын не несет вина отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконие при нем и остается, и беззаконие. Если обратиться в все грехов свои, какие делал, и будут соблюдать все мои уставы, поступать законно и правильно, жив будет, не умрет. Все преступления, какие делал, и помнится ему, в правде своей, которую будут делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззакония, как говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился в пути своих, и будет жив? Бог хочет милости, Бог милосердный, и Ешоу он послал, да, для этого, потому что он хочет милости. И вот еще одно в описании, предпоследнее, или даже последнее. Мессия исступила от проклятия определенного Тора, приняв проклятие вместо нас, поскольку в Танахе, говорится, всякие повешенные на стойке попадает под проклятие. То есть Ешоу иступил у нас под проклятие. Если человек перед Ешоу поверил, да, его проклятие, даже если бы где-то были, они убираются автоматически, так сказать. Ну как автоматически, как и все грехи, да, кто говорит, грехи вообще выбрасывают как-то... Бучину морскую. Бучину морскую, не помнится. Вот так это работает, но у нас иногда не так работает. Человек кается, и у него еще остаются какие-то вещи. Вообще, в принципе, вот если подумать, мы, как там, даже Шауль говорил, идем от веры в веру, святости в святости и так далее. То есть путь ощущения у нас всю жизнь происходит, потому что мы все равно, живя в этом мире, мы где-то опять загрязняемся, согрешаем. Иоанн пишет, что все мы многое согрешаем. И нет человека, который не грешил бы. Но у нас есть родаты, грешу и так далее. Но я просто сталкивался с этим, и есть специальные энкаунтеры, куда человек говорит, слушайте, вот я вроде поверил Богу, а вот тогда в жизни что-то все равно не то. Вот черная полоса бывает. Ему говорят, слушай, еще что-то над тобой есть. Надо, короче, тебя на энкаунтер срочно свозить и... И я когда начал разбираться, я понимаю, что это неправда. Почему? Потому что либо еще Господь, и Он взял проклятие, либо, ну, Он не совсем Господь, и Он нужно особо молить вот этого праведника, или вот этой вот, которая чистит ауру, там, заопределенная. То есть, да? То есть, Его силы недостаточно. Вот так это звучит. И поэтому, когда верующие начинают задвигать эту силу, что верующих там и не над ними, в них бес сидит, вот. Либо, хотя Бог не шел, говорит, не может. Человеке будет. Человеке будет два Бога. Два Бога, два источника. Один чистый, другой грязный. Так не бывает. Либо дерево не носит хороший плод, либо плохой. А у нас, знаете, вот так это делает, и человек, я к чему говорю, что просто эти люди потом они живут в таком... Они вот молятся, и вот как это... Несвободы. Несвободы. Мне-то женщины начинают говорить, вот, слушайте, вы верите, что Ишел Господь, да, и Алло верующий. В Библию читаете? Да. Ну, она только по православным храмам куда-то как-то еще. Я говорю, нету проклятия. Она говорит, я приезжала к этому пророку, он так молился, ну, там, это. И он сказал, а вот это застряло, и его не могу видеть. Я говорю, слушайте, ну, я не знаю, как он верующий, что это за пророк. Потому что, если вы верите в Ишел, а то... Он забрал, я говорю, тоже там, на местописание, на стойке казни. Он же взял все проклятия. А как он вашему взял? Ну, где оно там затерялось? Не хватает сил, и говорит, надо еще молиться. И вот к евреям пришли, я думаю, ну, хоть вы к нам пришли, хоть с коммун, да что. Евреям что, у нас святее молитвы, что ли? Ну, я ей, кстати, почитал, у меня там есть семейские молитвы такие. Сидур? Да, Сидура. Я думаю, какие классные у нас молитвы. Я думаю, ну, надо успокоить человека, потому что хоть как-то, ну, я ей там Сидура прочитал, красивые молитвы. Вот. Ну, у нас переделано. Снял? Ты снял проклятия? Типа, да. Хотя я говорю, слушайте, нету на вас проклятия. Но она как говорит, что, ну, вот то, что как бы говорила мама в жизни, у меня все сбылось. Я говорю, послушайте. Надо верить в это же. Вы, я говорю, даже люди в предметах верить сбываются. Есть такое понятие, во что я верю, поверить в твои будут. Я говорю, вы это приняли, вы в это поверили, и вам это произошло. А если бы вы сказали, что нет, я не верю, я вот доверяю Слову Божему, то, наверное, что-то было по-другому. И у нас же в жизни так работает. Какие он думает, и я он думает? Понимаете? Оно, что человек начинает сам себя, как это, вот, и у него начинает. Вообще же это даже, ну, как и психологи объясняли, хотя сейчас, конечно, у нас сильная тоже психология приукрашена, что там, ну, хотя, ну, где-то тоже же есть, что, о чем человек думает, так вот он, и художник должен приключиться, правильно? Вот. А мы пессимисты, что будет еще хуже. Это же пессимистичный взгляд, ну, согласно к мне откровениям. То есть сейчас еще хорошо, а будет еще хуже. Мы оптимисты. То есть мы оптимисты, да, прошу прощения, да. Вот. И поэтому, на самом деле, у кого-то кошка, я помню, еду, кошка переходит дорогу, мужик прилетел, смотрю, тормозит. Я вначале не понял, думаю, я вроде, я сам испугался, думаю, не по встречке еду. Чего он там тормозит так. И потом я понимаю, что кошка у нас становится, ждет, пока я проеду. Вот представляете? Да, чтобы ты первый проедешь. Да. А если бы у него сзади ехал кто-то, видеть, ему бы в завтрак летел, чтобы тормозил. А в Англии, если черная кошка переходит, это к счастью. Вот представьте. То есть, да, у них это считается хорошим образом. А у нас плавно. А в Англии не совсем был богат. Да. Ну, вы поймите. И у нас люди, вот, как понятно, что даже верующие, ну, я не знаю, почему Бог допускает в нашей жизни всякие обстоятельства тяжелые. Ну, а как-таки Сергей, интересно, да, сказал, что мы на своем местечковом уровне пытаемся понять, выбросить благословение и так далее. А Бог видит все. И поэтому он знает, что если сейчас, может, меня не поставят в какое-то обстоятельство, да, может, в самом деле все совершенно, ну, по-другому. Может, я куда-то заплыву не туда. Может быть, я предполагаю, я не знаю, может быть, человек инвалидом рождается по этой причине, что если бы он был здоровым, может быть, его куда-то... Возможность попасть в рай. Да, может, это предположение я могу только предполагать. Поэтому, вот, и вы знаете, и я просто был свидетелством массы, когда верующих людей, у которых придя к вере даже по прошедшему сколько-то лет, у них бывали какие-то проблемы. Все у разных причин, я не знаю. Но, вообще, главная причина не до крови, еще братья и сестры сражались. Основная причина, иногда, мне кажется, в наше время. Вот, мы просто не хотим до крови сражаться там или с лихом, или с какими-то привычками и так далее. Вот, поэтому, когда Шауль рассказывает, он там не говорит, что у вами бесы давления и так далее. Говорит, то вы, прилагая всему старание, вы должны стараться. Вот, и из этого, и когда вот говорят про проклятцы, про это, Ешуа искупил. Если Ешуа ваше и Господь, значит, он искупил. А если мне какие-то верующие говорят, что у меня есть проклятие, значит, у них Ешуа не Господь. Не всемогущий. Не всемогущий. Он не может искупить от проклятия. А моя молитва или молитва особого человека, она искупит. Ну, тогда интересно. То есть он, получается, выше Ешуа. Ну, так? Вот. И масса людей, на самом деле, манипулируют. Манипулируют, поэтому популярны. Гадалки, астрологи и всякие верующие, которые возят в энкаунтеры бесконечные. И люди платят, иногда там такие хорошие суммы, я хочу вам сказать, вот, чтобы туда попасть и так далее. И люди платят деньги, чтобы якобы над ними, произнеся какую-то особую молитву, это проклятие изгладилось. На самом деле, это не так. Маше искупил нас от проклятия. И Езекиев сказал, если твоя жизнь, ты живешь правильной жизнью, то помните никакое незаслуженное проклятие. Не сбудет. Спортнёт, как воробей, улетит, как воробей. Спортнёт, если вы прилагаете в жизни, стремитесь жить в правильной жизни. Вот. Цорость в нашей жизни будет. Но вот эти штуки нет. И поэтому, когда вам будут говорить или у вас начнутся в каких-то обстоятельствах, мысли появляться, что у меня кто-то проклят или это какое-то это, это неправда. Слово Божие говорит по-другому. Вот. Поэтому, Господь, прости нас, если мы так думали. Прости, Боже, когда кто-то пранипулирует этим и говорит, что мы человеком проклятие или ещё что-то. И наша молитва особая, она человека сцелит, это неправда. Твоё Слово Божие говорит, что ты, Бог, и ты забираешь все проклятия, когда мы в тебя верим. Ты это сделал на остойке казни. Ты искупил нас от проклятия. И душа согрешающая, она умирает. Сын не несёт вины за отца, и отец не несёт вины за сына. Поэтому, Боже, дай нам жизнь в твоих правде, в твоих наставлениях, Боже. Если когда у нас появляются какие-то такие мысли, что за меня кто-то может проклинать или кто-то молиться, мы знаем, что если мы стремимся жить правильной жизнью, то ничто с нами не случится. Бог нас будет защищать, Бог нас будет охранять. И последняя молитва, я прочитаю, это читается на 9 авгу. На 9 авгу.